Этот ларчик Марина Ефремова называет волшебным. В нем умещается все, что нужно рукодельнице. Атласные ленточки, разнообразные прочие материалы, тесемки всякие красивые. Хожу как сорока по магазинам. Главное в таких картинах ловкость рук и богатая фантазия. Разноцветные сюжеты получаются из узелков и незамысловатых стишков. Делаются такие французские узелки, они всегда и в вышивке в другой применяются. Это у меня будут серединочки, ну пусть будут ромашки. Из шелковых лент Марина Ефремова плетет шедевры уже три года, а начиналось все с вышивания крестиком. Но работа по шаблонам быстро наскучила. А тут, говорит художница, никогда не угадаешь, какая в результате плетения получится картина. В этом и заключается творчество. Увидела какой-то шнурок красивый в магазине, все, уже можно под этот шнурок. Картинки, монетки, вот я бегала по городу искала, маленькие. Нашла, так их пришлось еще и красить, они были черноватенькие. Буквально на глазах из-под иголки выходят яркие цветы. На каждое панно уходит по пять дней. Такое рукоделие лучший подарок друзьям, считает художница. Подушек, на самом деле, не знаю, наверное, может я сделала около 12 разных. И всегда ее приятно подарить, это торжественно и остается на память. Это уже вторая выставка Марины Ефремовой. Есть даже картины с сюжетом. Посетители остались в восторге от избушки Бабы Янии. Здесь елочки как натуральные все. Ну и вообще сказка. Не то, что что-то вот одно. Допустим, цветочки, они все выполнены в одном стиле, а тут несколько стилей. После выставки работы разойдутся породнее друзьям. Продавать такую красоту, признается художница, рука не поднимается.